Весна снова встречает национальную сборную подзюдо. Во время Олимпиады спортсмены были вынуждены тренироваться в Москве. По словам тренеров, в Сочи им гораздо комфортнее. Нужно сказать, что в большом городе проводить сборы в таком, как в Москве, это довольно неудобно, потому что мы вынуждены переезжать все время на автобусах. И, безусловно, самая лучшая база, на которой домашние мы можем готовиться в России, для нас это весна. Впереди членов сборной ожидают множество турниров. Уже в этом месяце по 14 спортсменов женской и мужской команд поедут бороться за медали на гран-при в Белесе. После чего столько же дзюдоистов представят России на гран-при в Турцию. Состав уже известен. Присоединиться к команде не смогут некоторые спортсмены. Тагир Хайбулаев и Мансур Исаев были травмированы. Травму получил на недавно прошедших соревнованиях. Они проходили в Париже. Это такое основное, начало года, это бывает основной наш турнир в дзюдо. Вот, и за, получается, борьбу за бронзу, вот, получилась травма такую серьезную. Сейчас надо будет уже потихонечку восстанавливаться после операции и готовиться дальше. Несмотря на травму, Мансур Исаев старается поддерживать форму. В спортивном зале бывает часто, да и повидаться с товарищами по команде он тоже рад. Мансур один из тех, на кого тренеры возлагали большие надежды на чемпионате мира в Челябинске. Увы, олимпийский чемпион пропустит этот турнир. Его заменят товарищи по команде, которые тоже хорошо подготовлены и мотивированы. Когда проходит соревнование дома, это ответственность в два раза больше. И когда болельщики приходят за тебя болеть, и немножко, главное, чтобы люди были готовы психологически. Остальное, я думаю, что мы сделаем и функционально, и технически, мы команду подведем. Главное, чтобы они сами были готовы головой бороться на чемпионате мира. Усиленные тренировки в спорткомплексе Александра Карелина должны дать свои результаты. Все спортсмены тренируются по два раза в день. Самым важным соревнованием для сборной будет, конечно же, чемпионат мира в Челябинске. Он пройдет 16 августа.